И этот старый город, забытый Богом город, Нам не забыть нигде, нигде и никогда. Сегодня, дорогие читатели, мы находимся в гостях у Вячеслава Анатольевича Климова. Он нас любезно пригласил в кабинет, где он работает массажистом и приоткроет нам многие тайны свои. И хотим познакомить вас с этим человеком. Дело в том, что совсем недавно Вячеслав Анатольевич написал удивительную книгу «Сон веселого солдата». Вот она перед вами. И эта книга, можно сказать, она выстрадана. Книга об удивительном афгатском братстве, об удивительных событиях, которые отражены в ней. И за эту книгу Вячеслав Анатольевич получил губернаторскую премию имени Андрея Кубина. Вот сегодня мы у него в гостях, я думаю, мы с ним начнем беседу, и вам будет интересно узнать. А вот как, Вячеслав Анатольевич, скажите, а вот как возникла вообще идея создать вот такую замечательную книгу «Сон веселого солдата»? Ну, может быть, начнем с названия? Название? Да. Название «Толга», даже когда она уже была написана, я не мог прийти к одному выводу, как она будет называться. Не хотелось что-то трагически называть ее. И когда у меня сидел вот в этом кабинете Виктор Казаков, да, поэт наш Старопольский, который, к сожалению, не умер, он мне задал вопрос. А ты видел сон такой, что, когда уже потерял зрение, как будто бы ты и проснулся, и у тебя это сон, то, что ты потерял зрение? Я говорю, ты знаешь, да. Я же обомыл. Я говорю, а ты откуда знаешь? Ну, вот просто я так спросил. Да, было такое, что я уснул, и во сне я проснулся, и думаю, господи, какой отвратительный, кошмарный сон, я потерял зрение во сне. Думаю, ой, это все закончилось наконец-то. И здесь щелчок, и я просыпаюсь опять в темноте. Ну, это тяжело, и книга как раз начинается со стихов. Виктор, как при жизни, написал стихи, как эпиграф этой книги «Сон веселого солдата» называется. Ну, и пришли к выводу, что «Сон веселого солдата». Почему веселого? По большому счету, я разгильдяю, и я это не скрываю. Я это писал в книге. Дело в том, что, когда читается книга, понимаете, когда я читаю много очень, я и прочитал про Афганистан много, поэтому и все это меня оттолкнуло на написание книги, я чуть позже об этом скажу. Когда читаешь, допустим, документальное произведение об Афганистане, и все четко, все согласно уставу, читается, как сладкий кефир. От этого немножко противно. Почему? Потому что ты чувствуешь себя ущербным. В книге такой человек замечательный. А я думаю, ну я такой плохой. И книга как-то уходит. Когда читаешь отрицательную книгу с низкой вибрацией, то же становится не очень хорошо, потому что, думаешь, ну куда тебе залезть в грязь какую-то? Здесь же я старался из стороны в сторону. Я разглядяю, да, я не отрицаю этого. Я попал на гауфахту за нарушение дисциплинарного устава. Но полк уходит на боевые действия, командир приходит и забирает меня с гауфахты, потому что надо идти и выполнять боевое задание. Из ста человек недоукомплектованной нашей роты воевало 15-20. Все остальные были в гарнизоне. И вот он приходит и забирает. Почему? Потому что он, значит, он мне доверяет. И вот так вся моя жизнь, в принципе, вся такая книга. Две противоположности. Война. И здесь же гражданка. Ну, допустим, на боевых действиях мы в кишлак пошли, набрали там яблок, помидор. Мы питались консервами. Мы питались консервами. Да, мы не останавливали местных жителей, мы не потрошили кишлаки. Но когда у нас обитаминоз, у меня ногти выгибались в обратную сторону, выгнулись лодочкой из-за того, что мы на консервах стояли. Ну, набрали яблок. Это плохо, я понимаю. Но мы признаны на всех. Мы поделили. Ну, на войне, как на войне. И поэтому я старался из одной экранности в другую. В книге описывается, не описываются военные действия. Боль. Психологическая больше боль. Описывается, чем мы питались. Жара. Что мы переносили. Как мы привыкали к войне. Вараны, грифы-стервятники, змеи. Все это персонажи. Все это недокументально. Все это в таком шутливом тоне. Ну, да, конечно, ранение. Конечно же, к госпиталу. Все эти падения. Потом подъем. Потом вот, как я пришел к массажу. Как я пришел, кстати, к книге. Но я еще старался что передать. Многие люди, я знаю, мне рассказывали. Вот они со мной пообщаются и потом закрывают глаза и пытаются что-то там сымитировать. Вот такая вот грустная игра. Либо садятся там в кресле, или в кресло инвалидное. И стараются там целый день, два дня покататься. Что испытывает человек, у которого опорно-двигательный аппарат проблемы. Да все это глупость. Нет самого главного. В голове, как приговора пожизненно. Что это навсегда. Это можно кататься, но у тебя нет в голове этого. И, кстати, потеря зрения. Я разговаривал с ребятами. Я потерял бы 20 лет. Только через 5-7 лет приходит полное сознание, что все. Это каюк. И тогда психологическая яма. Мощнейшая психологическая яма. Ну, я вышел с помощью массажа. Почему именно сейчас эта книга? Раньше я была злой. Я ей сейчас, в общем-то, не подарок. Но хотя бы... Это взвешено. Слишком много было прочитано книг об Афганистане. Зачастую это политическо-коммерческий заказ. Люди отрабатывают деньги, нас размазывают. С какой-то стороны преподносят. Вот, смотрите, бедненькие мальчишечки. А здесь монстр государства. И вот они так вот по ним прокатились. Ну, конечно, по нам прокатились. И я в своей книге прокатываю государство. Я наезжаю несколько раз на него. И причем, когда редактор Галинату спрашивает слова «ты здесь, прям конкретно на систему». Не боишься? Я говорю, нет, не боюсь. Ну, пусть будет так, как оно будет. Это автобиографическая поиск. Я переписывал то, что я испытал. И вот я вернусь к тому, что книги об Афганистане написаны по политическому заказу в основном. И большинство, кто не был в Афганистане. Ну, практически. Это 99%. Мало нас пишут, ребят. В Афганистане и вообще о войне имеет право писать только тот, кто там был. Бывают исключения. Владимир Семенович Высоцкий. Я... Ну, это... Это единичный экземпляр. Он настолько вживался в роль, что, слушая его песни, стихи, я только развожу руками. Это мастер. Ну, а в основном пишут так поверхностно, не переживая. Я решил передать все то, что мы переживали. Как мы жили. В общем-то, книга давалась довольно сложно. Ну, во-первых, мне пришлось научиться печатать на компьютере самостоятельно, без отрыва от массажного кабинета. Это сложно. Я уложил один компьютер, покуда учился. Виктор Казаков. Я говорю, Виктор, поможешь? У него... Он мастер слова. Помогу. Я хотел схитрить. Есть такое понятие, как литературная обработка. Я наделываю, я, значит, сюжеты нарисовываю, а потом это все складывать красиво, и вот она книга. Долго мы с ним работали. Он, конечно, меня погонял, он меня... Я из тебя все... Словесный бог, я с таким удовольствием буду из тебя вышибать. Ну, естественно, и так, и сяк. Когда было написано 50 страниц, я ему передал эти книги, напечатанные листы. Ну, и все будет. Тогда я их вернул к себе назад, познакомился с его друзьями литературными Гариной Туз, Николаем. Галина, редактор, прекраснейший редактор. И тут... Тут-то я и открылся. Она мне открыла, Галина. Слайк, у тебя все нормально, не надо ничего переделывать. У тебя свой стиль. Да, это непрофессионально, но это правда. И я начал. Ты помнишь, что тебе Витька, как-то она говорила? Я говорю, да, я помню. А Витька говорил так. Я говорю, Витя, я не могу, у меня все трусится, у меня слезы идут, я в депрессии. Только так можно в слайк передать что-то. Читатель будет слышать и чувствовать эту фальшь. Фальши достаточно, лучше вообще ничего не делать. Очень сложно. У меня пальцы не попадали на клавиши. Я пил успокоительный. Я ему звоню Виктору, говорю, ты кровопийца, я слышать тебя не могу и не хочу. Но в итоге она вышла, и она получилась. Она вышла, кстати, к сожалению, когда Виктора не было. Это я уже самостоятельно перечитал все его стихи. Там 8 глав, в каждой главе я четверостиший Виктора. Когда «Сон веселого солдата» был выпущен, я решил, что памяти Виктора, поэта Виктора Казакова, надо что-то сделать. Потому что время уходит, время стирается. Виктор был непризнанный поэт. Я написал второй рассказ, он ныне называется «Незримые потоки боли». Это стихотворение, срочки из моего стихотворения, четверостишие. Я там поступил как? Нет литературного образования у меня. Это довольно плохо, но это очень хорошо. Почему? Я не стараюсь подстроиться под какой-то определенный шаблон. У меня свобода. Галина Артуз, Горислава, ты есть литература? Нет. Ну, значит, тебе все карты в руки. Рассказ «Незримые потоки боли» не пишется от третьего лица, о себе не пишется. Не бывает такого, да? Я взял и написал. Почему? Потому что, ну, буду спрашивать, а как вот Климов пишет о себе и говорит, что у Казакова такие глаза, что такие обстановки. А мне нужно было передать все, все, что касается нашей дружбы. Дружили мы необычно, мы могли и послать друг друга, и же через час встретиться, перезвониться, засмеяться над этим всем. Ну, и, в общем-то, повесть, она 50 страниц, была сделана. Ну, а потом, как говорится, Остапа понесло. Я получил литературную премию, и мне захотелось описать мои чувства во время получения этой премии. Ребята, ну, я не профессиональный музыкант, не профессиональный поэт, не профессиональный, как сейчас меня называют, писатель, которому я так еще и не привык к этому, да, к этому званию. Я начал это все описывать для чего? Чтобы люди тоже не боялись. Не надо бояться. Если мне в 50 шарахнуло в бошку, что я должен что-то сделать, надо не бояться, а пробовать и делать. Был написан этот литературная премия, рассказ. Редактор Галина Туз говорит, Славик, в первом, в повести, в автобиографической, ты себя сдерживал. Я это чувствую, она прекрасный редактор, она чувствует, она чувствует творца. И не искажая текста, потихоньку говорит, здесь так, здесь не так, здесь ты, вторая половина книги, я уже писал, как человек с потерей зрения, только все на ощущениях. Зрение, опись зрения полностью отошло, только память. Только что мне оставалось в памяти воспоминания. Здесь, говорит, описываешь, как будто человек видит. Я переделываю. В последнем рассказе, под названием «Стрижь», я полностью открыл себя. Я хочу, заворачиваю словесно так, что, как бы я вот с вами бы разговаривал. И я этого не стесняюсь, это нормально. И здесь же я передергиваю на тему грустную, вспоминая органиста. И вот такая прослойка получается, опять же, из крайности в крайность. Ну, вот так и, так вот и идет все дальше. Вы знаете, я прочитала вашу повесть «Незремные потоки боли», где два героя. Герой Виктор и герой Вячеслав. И вот эти два героя, как они встретились впервые, что с ними происходит. На самом деле, оторваться невозможно. Я вот абсолютно честно говорю, я читала, погрузилась полностью. Все просто. Как они вместе пьют чай? Почему они дружат? То есть, я хочу сказать, очень меня задело без вот этих приукрас, безо всего. Второй рассказ «Литературная премия». Я думаю, ну, неужели дубленки получат девчонки? И потом, когда сказали «Италия», уже думаю, ну, все, значит, все состоится. Поедут они на эту премию в Италию, да? Ну, вот в мае вроде как планировалось. Вот съездили девочки ваши в Италию. Съездили девочки. Вы знаете, это любимые девочки, это Елена, жена замечательная, и Настенька, это дочь Вячеслава. Вот скажите, пожалуйста, а не счастливы, что вот у вас такое замечательное творение вышло? Сон веселого солдата. Как они реагировали? Вот скажите, как ваши близкие к вашему такому творению отнеслись? Ну, сначала непросто, да, ну, клеем-вкусатель, да, это как бы, и не клеится это, в общем-то, по большому счету. Меня можно склонять там с гитарой соединять, меня можно как афганец, да. Да, кстати, супруга как-то спросила, а ты бы отказался от своей судьбы? Это такой сложной, непростой судьбы. Я говорю, нет, никогда. Если мне суждено этот путь пройти, я его проигрываю. На самом деле я не отказался бы, да, учитывая то, что да, я в 20 лет зрение потерял, да, все это так непросто. В этой книге, ну, это судьба не только моя, а судьба всей моей семьи и супруги в том числе, да, 25 лет мы прожили вместе. Ну, конечно, они читали и плакали. Они читали очень тяжело, растягивали это, старались отойти. Они так и не прочитали рассказ «Незримый поток и боли» про Виктора Казакова, потому что, ну, смерть Виктора для нас вообще-то непоправимая утрата, мы утратили частичку себя. Это друг семьи, он очень любил Настеньку, он очень уважал Леночку. Ну, вот так. Вы знаете, на самом деле, когда мы ее вывесили, эту книгу в электронном виде, и она разошлась, ну, Литмир, допустим, повесил оценку сразу 5 из 5 и рейтинг 10, 10 из 10, да. Но когда появилась рецензия, я как-то вошел на это, ну, Ритли, есть электронный, они растащили ее по своим, значит, библиотекам, и рецензия, здесь писатель такой-то, такой-то, описывает такой-то, такой-то, это невозможно оторваться, там, ну, я не собираюсь передавать, значит, хвалить себя. Я не видал умение, говорю, дочь, это о ком? Ну, папа, о тебе. И тогда признали. И супруга признала. Ну, в общем-то, так сначала, мы, ну, мы как в семье, понимаете, мы на друг на друга подшучиваем, мы на друг на друга подсмеиваемся, юмором легче жить, а соответственно, они, ну, я, давайте, давайте, я получу, говорю, вот, я получу какую-нибудь, значит, что я говорил, не премию, а гонорарх, да, вы ни копеечки от этого не получите. Ну, в итоге, вот, была премия в 200 тысяч, это была моя инициатива, чтобы они поехали в Италию. Рассказ Стриж, почему пошел в свет. Мне некоторые читатели говорили, Вячеслав, вы в автобиографической повести не договорили, чувствуется, что вы недорассказали о своей семье. Во-первых, я не договорил о родителях, да, это очень тяжело, здесь я уже просто не смог. У меня чувство вины перед родителями, я принес тяжелую травму, за себя можно хоть сколько переживать, но когда болит, у ребенка болит, если болит у меня рука, голова, она болит рука или голова, да, но если болит у ребенка, болит у меня все. Поэтому я осознаю, я преклоняюсь перед своими родителями, спасибо им за все, пусть они меня простят, их живых уже нет. Ну, так вот, и вот эти два рассказа, они добавляются в несостоявшуюся книгу, вторая вот выйдет, она так и называется, незримые потоки боли, туда вошел сон веселого солдата, незримые потоки боли, воспоминания о Казакове, литературная премия и стриж. Получилось как? Перед тем, как лететь в этаж, все, путевки были куплены в апреле месяце. Как-то похолодало, похолодало, пошел снег, я вышел на балкон, делаю гимнастику, я это описываю, да, мне открыли, у нас девятый этаж, балкон открыл, значит, и на снегу что-то шуршится, шуршится. Я думаю, ну, на девятом этаже что-то шуршится. И здесь, я думаю, да, как все-таки удар крыльев и так полоснуло по животу, а гимнастику я, ну, как сейчас называют, боксерки, да, в семейных кусах, делаю, значит, это птица. Я за ней, она обратная, я слышу, она уже еле-еле крыльями бьет. Я зашел, ну, это было рано утром, через некоторое время девчат разбудил, значит, говорю, девчат, там что-то у нас на балконе. Ну, они выглянули, на снегу лежит стриж, разбросав крылья мертвых. Ну, естественно, мы вообще к животным относимся очень трепетно, я и описываю там, что я не люблю ни цирки, я не люблю, ну, зоопарки. И вообще я людей, я извиняюсь, я ненавижу за это все. Это, конечно, я и раньше любил животных, а после Афганистана вообще-то все ранимо. Желание выпустить всех из зоопарка, в зоопарке одну клеточку оставить, зеркалом с надписью «Самые страшные звери», чтобы человек подошел и увидел себя в зеркале, хоть немножечко затумался, да, ну, так вот, с этим стрижем, а здесь вылетать, здесь уже билеты куплены, вылетать им через две недели. Ну, естественно, мы задумались, что, ого, что за знак, да, птица упала за столько лет, она упала к нам на балкон умертвая. Девчонки, значит, разбежались, университет, супруга уехала, я думаю, сейчас выйду, сам ее замотаю и выброшу. На нее накинул пакет, она жива, я домой ее. Ну, в общем-то, обзванивали, стриж кормится только на лету, это проблематично его накормить, напоить. Я ушел на работу, конечно, у всех настроение отвратительно, мы его посадили в коробку, чтобы он, если отошел, винатия он отошел, и девчата его выпустили. И описываю, и здесь же опять своеобразный стикл, я вспоминаю Афганистан, я сижу возле этой клетки, у меня тепло догорает в руке тела, и начинаю вспоминать нашего погибшего парня в Афганистане. Потом идет второй сюжет, я вспоминаю, как вышел офицер и просто взялся пистолет и расстрелял простую дворняжку, которая бегала по территории полка. Ну, рассказ так и начинается. Джордж Бернард Шоу. Мы научились летать по небу, как птицы, в воде плавать, как рыбы, теперь осталось научиться жить, как люди. Скажите, ну вот такая замечательная книга. У вас же, конечно, хочется, чтобы, наверное, вот кого вы видите своим читателем? Какой он этот человек? Что вот, наверное, вы видите, кто сидит вот с этой книгой? Бывает такое? Вот хочется видеть такого читателя. Есть такого? Ну, конечно, есть. Ну, во-первых, каждый из афганцев, большинство захочет, я сомневаюсь, что они будут ее читать или будут читать медленно, но чтобы она стояла, да, это история. Афганистан — это уже история. Из пяти тысяч прибывших после афганской войны у нас в крае уже осталось живых только три, да? Постепенно. И дальше только раскручивается. У меня одна читательница сказала, вы знаете, эту книгу надо читать молодежи, потому что, особенно, кто попадает в тяжелую ситуацию. Переходный возраст, да? Кому еще? Знаете, мне трудно сказать. Мне просто хотелось, чтобы книгкой, конечно, жила. Это у любого. Когда вот прошли ребята наши, афганцы, на полчане, они говорят, Вячеслав просто пережил заново кунду, я пережил то, что было там. Это колоссально. И я не просил их. Они начинают сами эту книгу раскручивать, они начинают ее расталкивать, они приглашают на презентацию. Самое главное, что я не хочу никому навязывать. Тот, кто хочет, ее возьмет в руки и прочтет. Вот так, наверное, скорее всего, по Тимофееву. Здорово. То есть, на самом деле, очень важно, вот эта нравственная составляющая. Ведь патриотизм и нравственность, она на пустыре не растет. Конечно, надо, чтобы человек прошел через определенные события, напитал себя все это. И тогда сможет он и написать, и рассказать это, а не так, чтобы придумать. Здесь, на самом деле, ну, я лично пока читала, честно, я села, думаю, ну, сейчас посмотрю, бегла, и все, и я вчиталась. Вот это я для вас говорю, потому что меня тяжело чем-либо увлечь, это я скажу правда, вот без записи. Не могла оторваться, я вчера прочитала. Но я, конечно, расстраиваюсь. Может, потому что я, ну, человек, мы с вами раввест, я 66-го года, мы прорезники. Поэтому для меня это все понятно. У меня мои одноклассники погибали, уходили в Афган, мы переживали, и все. Я вот для вас говорю просто это, чтобы вы вот в этой струне, как вы считаете, молодежь должна прочувствовать до дрожи, до плача, чтобы немножко они вот, тело их немножко сотрясалось. Хотелось бы вам такую реакцию видеть, честно. Да. Дело в том, что я для этого и перепутал, я 30 лет старался уйти от ранения, я 30 лет старался это втолкнуть в дальний ящик. Но я вернулся к этому. Причем, когда многие читают, они боятся дойти до ранения. Да, я не описывал эту тяжесть, я не старался вызвать к себе жалость. Я описал клиническую смерть, которая довольно интересна, да, ощущение. надо признать, я в этой книге и пишу, что нам говорили ветераны Великой Отечественной, но и зачастую вырос гильдя, и мы за вас кровь проявливали, и мы чувствовали себя, ну, просто коровьими лепешками, да, не выше и не ниже. Вот, уже седина, я никогда не скажу молодежи, что вы ничего из себя не станете. Независимо от времени, герои были и будут всегда. Понимаете, это у нас, у нас где-то сидит глубоко внутри. Иногда говорят, мы вот сейчас разговариваем о войне, да нет, мы ее не декламируем, эту войну. Но человек открывается, только попав в экстремальную ситуацию. Как говорится, огонь, водоеменные трубы. Все остальное время человек может прожить всю жизнь, и он себя не поймет и не узнает. Вот в чем вопрос. Война открывает человека вот так, как на ладошечке. Но экстремальная ситуация может сложиться и на гражданке. Может случиться пожар, может случиться ДТП, может быть, кто-то тонут в реке. Вот здесь только раз. Возможно, тот, кто сидел молча и тихо, никогда себя не проявлял, он и сделает этот подвиг. А тот, кто на себе рвал тельняшку, он ничего не сделает, он испугается и уйдет. Это на войне, это очень сильно видно. А посему нельзя говорить о молодежи, что вы ничего из себя не стоите, потому что сам тот, кто говорит, он может сам из себя ничего не стоить, поскольку не испытал. И будучи на войне, нам говорили ветераны войны, это не говорит о том, что, это я сейчас уже знаю, что будучи на войне, можно быть участником войны, а можно быть ветераном войны. Это два разных статуса и два разных выражения. Не все, кто был на войне, воевали. Не все воевали и участвовали в боевых действиях. Хотя, говорят, да, мы были, но рассказывать можно многое. А посему он тоже себя не понял. И он и осудит молодежь, потому что он сам себя не знает. Тот, кто что-то понял, он будет молчать. Он будет молчать и поможет молодому человеку. Он поможет ему понять. Он поможет. Вот что я хотел через эту книгу передать. Крошечку своей боли. И еще, если будет сложно когда-то в жизни, чтобы человек вспомнил, что есть кому-то еще сложнее, не тот пропал, кто в беду попал, а кто духом попал. Это старая наша построица, и она работает. Если только ты начал Куксиса, тогда значки Радыка. И эта книга для того, чтобы не наступил Кирдык. Вот что касается ордена, да? Да, вот если можно. Это награда офицерская, считается неофициально. Мы как-то поехали в Донбасс с семьей, возвращаясь с Донбая, мы зашли в музей под Карачаевском, да, это Дзот, да, и супруга начала читать. Награжден, кто награжден за Морусский перевал, за все эти его боевые действия. Магриславик ни один солдат не награжден орденом Красного Знамени. История его очень далека, еще гражданская война, Буденных, Блюхер, первый нарожден был Блюхер, а потом поехали. Когда не было еще звезды, героя Советского Союза, это была самая наивысшая награда нашей Родины. И сейчас она пользуется большим уважением во времена, значит, СССР, офицеры. После нее идет еще орден Ленина, но орден Красного Знамени ценится больше. Нашему брату-солдату, я срочник, командир отделения, зачастую давали эти ордена посмертные. Не то, что зачастую, они вообще редко давались. Давайте так, у нас северокавказ, не то, что я, это ради статистики, северокавказский военный округ был во времена СССР, туда входили весь Кавказ, Волгоград, Ростов, Ставрополь, весь юг. Где-то единственная солдатская награда. И три, по-моему, два офицера еще было. Афганистан для нас это вторая родина. Мы больны этой страной. Это точка кипения всей нашей жизни. Вы знаете, здесь есть такая тонкая грань. Если этим постоянно гореть, ты сгоришь и сгоришь и просто уйдешь из жизни. Что делают многие. Либо сгорают палка горит, будем честны. Либо сгорают внутри. Это вторая родина, мы переживаем за нее. Мы пишем о ней книги, мы пишем о ней песни. Наши многие ребята ездят туда. Я не скрываю, есть у меня такая мечта попасть. Даже при том, при чем я не вижу. Что я буду испытывать? Ольга Тимофеевна, что вы будете испытывать? Что вы испытываете, когда вы приезжаете на свою родину? Те же самые чувства. Ну, конечно же, боль. Ну, конечно же, боль, потому что мы жили там на кончике ножа. Мы переживали все настолько остро. Поэтому мы здесь и не приняты. Поэтому мы здесь и не поняты. Я описываю это в книге. Почему мы не поняты? Человек, когда на войне, у него открываются все органы чувств. Хищник на охоте. Я иду в ущелье и жду, когда меня выстрелят. Я не жду, я настороже. Только где-то если щелкнет, я готов сразу прыгнуть в сторону и открыть ответный огонь. Это не страх, это волнение. Воюем месяц, воюем два. Это уже доказано, психологами доказано. Все эти органы чувств работают, продолжают работать. Потом мы возвращаемся назад. Они так продолжают работать. Их не выключили. И никто не выключает их реабилитации. Нет реабилитации у афганцев наших ребят. Нет у чеченцев, ребят. Поэтому мы изгинаемся все, поэтому мы и пропадаемся. Нет и у ветеранов великой честной войны. Нет у нас вообще такой системы, которая снимает синдром военный, будь то афганский или чеченский. И вот тогда начинаются проблемы. Нас не понимают. У нас обостренное чувство справедливости. Люди начинают это все топить в наркозе, будь то там, я уже говорил, алкоголь. Нельзя нас обвинять. Ребята, нельзя обвинять, нельзя, неизвестно, как вы поступите в нашей ситуации. Потому что есть дерево тополя, есть дуб. Ветер подул, у нас это часто случается. И тополь рухнул. Но мы же не говорим, что топор меланхолик, слабак. А вот дуб стоит, у нас их, столетние дубы стоят. Вот заслуживает внимание, давай-ка я поцелую тебя, дуб, за то, что ты стоишь. Нет. Это от природы так. Поэтому и у нас бывают люди сильные, бывают и слабые. И вы бываете сильные, бываете слабые. Даже в один день я бываю и сильный, и слабый. Мне иногда хочется утереть сопли и послать всех. А иногда хочется и кому-то помочь. Это нормально. Но мы, вернувшись с войны, мы впадаем в такое состояние, что нас не поняли. Ну и все. Мы в этом состоянии остаемся. Это трудно очень. Я пытался достучаться, чтобы люди узнали, что нам трудно. Если кто-то узнает один, это хорошо. Если кто-то прочет мою книгу и после этого скажет, да все фигня, надо жить. Психологические костыли, есть такое понятие в психологии. Ну это я уже его называю психологией. Счастье за счет чужого несчастья. Люди это используют. Да вот там тому так сложно. Чего ж я ною? Ну и все, и поехали дальше. Так легче жить. Пожалуйста, если кто-то кому-то книга поможет жить, пусть будет. Пусть будет. Пусть будет. Пусть будет. Ты там, где радость, там, где грусть. Пусть будет. Пойду попавить и пройдусь.